Всем привет! Сегодня у нас на тесте сразу два навигатора от Navitel. NX4210 и 5210. Различия только в размере экрана. В остальном устройства полностью идентичны. Ну почти. Как всегда, проверка проходит в три этапа. Комплект и держатель, основные функции и дополнительные. Максимальная оценка 5 баллов. Комплект. Вместе с навигатором в коробке нашлись автомобильная зарядка, держатель, сетевое зарядное устройство, кабель для синхронизации, переходник для подключения камеры заднего вида, защитный чехол, наушники. Если вы купите этот навигатор у нас, то бесплатно получите карту памяти, пленку на экран и множество других подарков. Подробности по телефону на экране или на сайте globex-gps.ru. Держатель составной. Устройство вставляется в зажим, а уж к нему крепится основная часть с силиконовой подушкой. Она позволяет закрепить держатель не только на стекле, но и на любой плоской поверхности. Зажим снабжен откидной подставкой, которая позволяет ставить его на стол. Механизм вращения шаровой, так что прибор можно поставить хоть вверх ногами. Итого 4 балла. Один балл снят за неактивный держатель. К тому же, увы, нельзя подключить питание напрямую. Впрочем, такая возможность в основном прерогатива более дорогих моделей. Основные функции. Навигатор представляет собой привычный брусочек. Компании Navitel стоит отдать должное. Вместо популярного глянца был выбран матовый пластик черного цвета, что намного практичнее. Диагональ экрана обозначена первой цифрой в названии модели. NX5210 5 дюймов, 4210 4,3. Разрешение одинаковое 480 на 272 пикселя. Обычная TFT-матрица, выполненная по резистивной технологии. Реакция на нажатие неплохая, но для мелких элементов пригодится комплектный стилус. Динамик расположен сзади. Неожиданно выяснилось, что старшая модель немного громче. С чем это связано, выяснить не удалось. Кнопка включения сверху. Разъемы слева. Наушники. Слот под карту памяти, встроенный 4 гигабайта. Разъем для подключения камеры и мини-USB. Гнездо стилуса в правом нижнем углу. Обычно телескопическое перо из металла и пластика. Заявленная мощность встроенного аккумулятора 1100 мАч. Должно хватить часа на два. На деле около полутора. В качестве навигационной программы установлен Navitel 5 версии. С подробной картой России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Финляндии. Внутри навигатора операционная система Win-C. Так что навигационную систему можно без проблем поменять на другую. Танцев с бубном не понадобится. В специальном пункте меню просто прописывается путь к нужной программе. Поддержка пробок осуществляется через подключенный по Bluetooth телефон. Объем трафика не слишком велик, так что на расходах эта функция отразится не сильно. А вот процессор мог быть и побыстрее. Всего 468 МГц. Итого 4 балла. Из-за процессора предыдущего поколения, а также отсутствия встроенного выхода в интернет для пробок. Bluetooth частично решает проблему. Но это все-таки не так удобно, как интегрированное решение. Дополнительные функции. Набор возможностей стандартный. Можно слушать музыку, смотреть неконвертированное видео. Чем меньше разрешения, тем лучше. Читать текстовые файлы, смотреть фотки и флеш-ролики. Дополнительно есть игры, калькулятор, конвертер, набор приложений для работы с офисными файлами. Встроенный Bluetooth модуль позволяет использовать навигатор в качестве устройства для громкой связи. Поддерживаются не только звонки, но и отправка сообщений. При желании можно даже вылезти в интернет, но все же сетевые путешествия не главное предназначение устройства. Есть возможность подключить к навигатору камеру заднего вида. В отличие от большинства производителей, в Navitel даже не поскупились на переходничок в комплекте. Так что дело только за камерой. Нашлось место и встроенному FM-трансмиттеру. Любой звук с навигатора можно вывести на автомобильную аудиосистему по радиоканалу. Итого 5 баллов. Полный набор дополнительных функций, за которые мы так любим отечественные навигаторы. Подведем итоги. Средний балл Navitel NX4210 и 5210 4,3 балла. Оба навигатора оставляют достаточно приятное впечатление. Практичный корпус, впечатляющий набор основных и дополнительных функций. Впечатление немного подпортил устаревший процессор. Но это не настолько критично, чтобы отказаться от покупки. Осталось выяснить, готовы ли вы доплатить за лишний дюйм экрана. И можно покупать. Более подробную информацию вы можете получить по телефону на экране или на сайте globex-gps.ru. И помните, если навигатор не понравится за 20 дней, мы вернем деньги. Удачи!